Друзья, всем привет! Устал я от крепких напитков и решил сегодня, так сказать, по легкой пройтись. В частности, поговорим о пиве. Интересное пиво, которое я хочу вам представить, такое довольно неизвестное. Производит частная пивоварня краснодарская ООО Кристер. Второе отделение совхоза Солнечный. Чем оно мне приглянулось? Видите, интересная такая бутылочка, дорогая, с бугельной пробочкой. Пробка, кстати, удобная. Если не выпиваешь всю бутылку, плотно закрываешь, потом через несколько часов оно как будто только-только открытое. Так вот, впервые я это пиво взял светлое, пастеризованное, фильтрованное. Попробовал, оно мне очень понравилось. После этого я брал его еще несколько раз. И вот, пришла пора, пришла пора продегустировать пиво пшеничное, не пастеризованное, не фильтрованное. И просто пиво фильтрованное, не пастеризованное. Давайте же попробуем, поскорее нальем. Значит, срок годности у этого пива. Сейчас я вам скажу, что характерно. Так, пиво живое и настоящее, имеет приятную горечь, хмеля и прозрачный золотистый цвет. Патрик Годовский, Чешская республика, главный технолог пивоварни Кристер. И роспись этого Патрика на бутылке есть. Вот такая вот штука интересная. Так, рекомендуется употребить, охранить в темном месте. Так, даты розлива и срок годности указаны на контрольной этикетке. А, вот. Дата розлива 7.05, срок годности 50 суток. Здесь дата розлива 21.04, срок годности 30 суток. Все, начинаем наши пробы. Поехали. Сперва пшеничная. Открываем. Смотрим, пьем, да. Наливаем. Так. Вот таким вот образом у нас будет это все. Здесь мы поставим сбоку. Таким образом. И здесь. Это, значит, у нас пшеничная. А это у нас, друзья, фильтрованная, не пастеризованная, без консервантов. Так, пшеничная у нас пеночку-то потеряла сразу же после налития. А вот светлая, фильтрованная, пастеризованная вело себя совсем по-иному. Совсем по-иному. Ну что же, давайте попробуем. Да, характерный аромат пшенички. Ну, знаете, несмотря на то, что пена сбежала, без шансов вернуться. Тем не менее, друзья, интересно. Очень интересный, сбалансированный вкус. Насыщенный. Вот то, что я люблю в пиве. Такой вот яркий. Аромат не сильно назойливый. Отчетливо ощущается пшеничка. Но не перебивает ничего. Вы знаете, прикольная вещь. Да, надо сказать, что пиво это довольно-таки дорогое. Несмотря на то, что оно российское, краснодарское, мало кому известное, бутылочки стоят по 115 рублей каждая. Но я вам скажу так. Заплатив такую цену, я ни грамма не сожалею, что про светлое, которое я пил, но ролика еще не было, надо будет сделать. Что про пшеничное? Сейчас давайте посмотрим, что у нас светлое, фильтрованное, не пастеризованное из себя представляет. Так, видите, пеночка держится, пеночка устойчивая. Это свидетельствует о очень хорошем качестве варки. Не знаю, почему пшеничка так быстро сдалась. Может, у пшеничного и не должна быть такая пена высокая. Но посмотрите сами, насколько устойчивая. И уже она, в общем-то, держится то время, которое и положено. Мы помним, что качество пены должно быть таковым. Не менее четырех минут она должна держаться и занимать или четыре сантиметра высоты в бокале, или же четвертую часть от объема налитого пива. Тут либо так, либо так. Также по стенкам бокала эта пена должна оставаться, когда мы выпьем. Давайте же сейчас посмотрим, так ли это или не так. Да, друзья, пиво обалденное. Честно, я не являюсь каким-то таким особым гурманом или ценителем пива. Пью разное пиво. Ну, ребята, блин, честно, вообще ни грамма не жалко, что отдал по 115 рублей за бутылочку. Отличное пиво. Смотрите, пена, как и положено, осталась по стенкам бокала, что говорит о высоком качестве сырья. Надо было еще, конечно, можно делать проверку монеточкой. Ну, кладете мелкую монетку, не знаю, есть сейчас они в обиходе или нет, я давно уже не пользуюсь наличными деньгами. В общем, на пенную шапку нужно положить небольшую монетку и она не должна провалиться вниз. То есть, пена должна быть такой плотной, чтобы удерживала эту монетку в положении над поверхностью пива. Вот. Ну, что, ребята, в общем, оба вида пива получают четкий зачет. Лично у меня Алка-сенсей одобряет. Давайте я еще налью. Так, я налью пшенички. Потому что ароматик мне понравился. Еще раз пару глоточков сделаю за ваше здоровье. Господа, зрители, не забывайте, ребятки, когда смотрите, посмотрели ролики, если вам понравился, поставьте пальчик вверх. Это помогает распространению трансляции. Кто не подписался, подписывайтесь. А также комментарии помогают распространению трансляции. Ну, естественно, кто желает помочь каналу, внизу есть ссылочка на донат. Господа, за ваше здоровье. Да, да, пиво класс, пиво класс. Кристор, Краснодарская частная пивоварня. Все, ребята, всех обнимаю, всем пока.